Доброе утро, мальчишки! Мы что, на такси? Да, вы сейчас на такси. Слышите, такси едет? Не слышите? Ждем такси. Мальчики сейчас... Это что он наделает в команде? Не знаю. Как хорошо, да? Хорошее утро. Давай я выкину. Ну все, мама пошла вязать. Пока. Иди. Мама посудомойку заложила, стиралку заложила. Теперь все работает. Ой, как тут хорошо. Красота. Птички где-то поют. Яблонька уже у нас зацвела. И роса сегодня прям хорошая. Ну что, у меня сейчас супер миссия. Приготовить обед. Хочется уже супчика после вчерашних шашлыков. У меня тут подарки. Это фитнес-браслет. Это от родни. Honor. Какой-то Band 3. С ним можно погружаться на 50 метров. И еще мне подарили, ну помимо там денег, да, еще вафельницу. Художественный беспорядок. Но сейчас буду все наводить в порядке. Вот такая вот Galaxy. Я уже пробовала сегодня на ней делать вафли. Картофель. Да, сегодня были с сыром. Честно, прям понравилось. Женя говорит, так прикольно получилось. Было картофельное пюре, сыр туда натерла, 2 яйца, немножко муки. И все, можно было еще зелень добавить, соль, перец. И пожарила как вафли. Блендером, правда, яйцо и пюре перевзбила, чтобы на блатку однородное. И тут остался кусочек вафли, который Антоха не доел, но будем пробовать сейчас сладкие. Тут себе на эту вафлю, на картофельную, всего накладывали. Сейчас покажу с другой стороны. Они вот такие вот получились, очень такие мягкие, интересные. Интересные, мне очень понравились. Так, кинзу мы навязали, да? Папа уже приготовил семена. Будем сажать тыкву. Да, или это что, или это кабачки? Кабачки жарят. А, вот это кабачки, а это вот тыква голосемянная, да, будет? Которая с вот такими сразу очищенными семенами. Сначала их сегодня замочит, папа. В тряпочку посмотрим. Чтобы они проключились и уже сажать проключенными семенами. Антон Сергеевич уже дома. Я сварила гороховый суп, так что мы сейчас его доедаем. Мам, ну-ка покажи, сколько у тебя на видео, сколько шагов. За сегодня? Ну, получается 4458 шагов. Видите, сколько мам уже много находилось? Да. Это за каждый день, или... Да, это за день, за сегодня. И потом опять ноль? Угу. В 12 часов ночи опять ноль, и опять заново считает. А ночью уже будут считать? Угу. Когда после 12 он уже считает? Да, он сейчас считает, когда ты идешь, он сразу считает. А как ты его... Угу. У меня шаги у тебя. Ну, просто на кнопочку опять нажимаешь, и все. Еще шага. Нажимай. Так плавать еще можно. Вау. Это сколько ты проплавала? Угу. Круто. Мне тоже нужно. Да? Сейчас будем пить кофе, я уже тоже супчик поел. А я тоже кофе, кстати. Не обманывай. А тут теперь меня соблазняют всякие пасочки и пирожочки. Это что вчера было, мам, один растение, 33. Угу. А тетя Аня сколько? 34, наверное, будет. Я тут наконец становила порядки. Теперь все, кухня. На кухне порядок. Цветочки. Вот это, конечно, красота. Обожаю, когда в доме живые цветы. Сейчас хочу приготовить ужин, но надо вот съездить в магазин, потому что ничего нет. Вот калы вместе с вот этими вот, не знаю, как называются, но они мне очень нравятся. Калы тоже красивые. Антоха в восторге, что они блестят. Не знаю, что приготовить. Супчик еще остался. У меня, как всегда, гороховый забегает и прям отмыла сейчас плиту. Но кастрюлю буду потом уже отмывать. Розы еще. Не знаю, что приготовить, но сейчас хочу, наверное, поехать купить чего-нибудь куриного и сделать что-то типа рагу. Сейчас вот поеду в магазин. Что я купила в магнике? Значит, семеринка. Мне кажется, это сейчас самые вкусные яблоки. По 71 рублю. Кабачки. Два штучки сейчас хочу сделать все-таки рагу. Рис вот такой вот бурый, агроальянцевский. И вот такое вот мясо. Опять это бедро. Мама, где хлопья? Хлопьев не было, зайчик, там. Почему-то там в магнике полки пустые, поэтому же и не было. Я, кстати, молоко забыла еще купить. А ты не могла в них заехать? Ну, Зею не стала уже становиться. Сейчас ужин приготовим, потому что тебе уже скоро на танце. Готовлю ужин. Здесь рис варится. А здесь мясо, лук, морковка. Сейчас еще кабачок добавлю. Мальчики, пока что суп. А то на футбол поедем. Мама, можно я? А, ты ж, ну тебе сегодня на танце. Ничего. У меня в пятницу не было. Мама, ты мне обещала. Зай, ну у тебя еще этот же выступление в третьем. Антошич, пожалуйста, это не обсуждается. Мам, дай софетку. Молодой человек, здравствуйте. А мне халипану чупики кушают. А зачем они тебе? Пошли сначала узнаем, Анатолиевна, что там у тебя сегодня было. Сегодня вообще все хорошо. Посмотри на меня. Что сегодня давали кушать, сынок? Вспоминай. Все моя любимая. Все твоя любимая? Ветером сел, в обед сел. А, ты все съел? И утром съел. И утром даже? На, открывай машину. Малыши это. Да. Поехали в магазин. Зачем? Я уже съездила. Смотри, я тут... Чупики. Чупики будут завтра у нас. Сегодня у нас яйца. Ну, расскажи. Всем пока. Расскажи, что завтра у тебя в садике? Завтра, завтра ламенька, завтра я больше всех принесу. Да, что ты хочешь принести? Завтра ярмарка. Хорошо, скажи. Я, например, ничего не поняла. Завтра ламенька. Ярмарка. Ярмарка. Да. Нужно приносить угощение, да? Да. И потом брать с собой денежки, чтобы это все покупать. Правильно? Да. Можно какие-то новые игрушки нам. Да? Да, садики. А то вообще позабивали у нас. Решила бросить все и выставить видео. Наконец-то я не выставляла его дней 10, наверное. Вот вся была в пасочных подготовках. Не только себе, но и всем. Даже спасибо огромное подписчикам, кто заказывал у меня пряники и меринги. Все дошло идеально. Если честно, я еще не ответила вам в инстаграм. Но спасибо вам огромное, что вы заказывали. Я переживала за нашу почту. Но все дошло прекрасно. Даже сообщения в инстаграм, когда вы мне прислали, я даже боялась открывать. Потому что мне было страшно. Думаю, боже, сейчас там какая-то смятка все придет. Нет, все отлично. Дошло даже меринги. Представляете? Супер почта. Сработало хорошо. Жду Антоху. Гришку отвезла. Гришка сходил сегодня на футбол. Первый раз туда же, куда он и ходил в прошлом году. Антохе пока не получается с этим футболом. У него танцы в это время. Ему, конечно, хочется. Но пока мы танцы не пропускаем, потому что 3-го числа у нас уже отчетный концерт. И тогда уже можно их пропускать будет по чуть-чуть. Гришку отвезла. Он ездил сегодня на велосипеде на футбол. Потом быстренько приехал. Умылся. И я его сейчас на карате отвезла. Антоха жду с танца. Наверное, задержится. Доброе утро. Там тепло будет. Там сегодня дождик. Нажми на кнопочку. Спасибо. Мама, сколько у тебя шагов? 385. Пока я приготовила вам вещи. Так, давай кепочку, сына. Мам, мне кепочку. На, кепку. На вот эту вот курточку, хорошо? Афон, там тепло. Там тепло. Ты сейчас выйдешь, там очень тепло. Пожалуйста. Афон, не писи меня. Мама, а дай мне кепку. Тебе зачем? А мне нужно. Там солнца нет. Бери. Тебе все равно за тобой все приезжают. Давай. Одевай. А на шапку не одевай. Не надо шапку, Антош. Одевайтесь нормально. Вам сказали одеваться? Давайте. Афон, давай. А что ты снимаешь с таким тоном голосом? А каким тоном можно снимать, если я вам говорю по 150 раз, а вы меня не слышите. Мама, значит, дай мне одну. Кого? Я ликодил. Зачем? Ну, я воспитатель. Зая, я все принесу. Я же еще не упаковала. Мам. Антош, ну папа же уже ждет вас. Ладно, пока. Антоша, портфель ты не будешь брать? Папа, я не буду. Антоша, потом ты говоришь, что я таким тоном? Пока, мам. Всем доброго утра. Все, мальчишек проводила. Проводила, да? Я выпила воды, сделала вакуум. Вернее, сначала сделала вакуум, потом выпила воды. Сейчас буду готовить себе кашу. Я вернулась к своему меню. Сегодня у меня вот такое. Вот сейчас покажу. Может быть кому-то это будет интересно. На завтрак пшеная каша купила для этого пшено. В общем, сейчас отвешу молоко и воду. И буду варить пшено. Все, моя пшеная кашка варится. Сейчас осталось подождать. Я буду завтракать. Все, что я уже хочу кушать. Посмотрите, я вечером вчера ничего не снимала, потому что у меня был забег. То пряники делала, то решила вот такие из маршмалоу сделать, как сэндвичи. Маршмалоу сэндвичи, как зефира сэндвичи есть. Вот здесь внутри маршмалоу с малиной, по-моему, сушеной. Как она сублимированная называется. И вот такие вот лягушки. Афония сказала, надо торт. Все равно, но мать без торта обошлась. Мне кажется, такая интересная идея. На палочке упакую еще в пакетик. Как вам? Вот он мой завтрак. Половину я уже слопала, поэтому сейчас доедаю. и иду, направить в постель. У нас 9 утра, и я иду на фитнес. Взяла тяпку. Ну, не тяпку, это называется Фокина. Иду сейчас до мамы. Роса тут такая небольшая. Так, что мы делаем, мам? Ага, так откуда мне начинать? Ну, вот тут рядом, вот там местная. Откуда хочешь? Я уже и забыла, мам, как это делается. Я уже и забыла, говорю, как это делается. Вспомню молодость. Все, мы с мамулей немножко поработали. Я сейчас пойду уже Гришу собирать. Вспомнила, кстати, как эта штука называется. Называется плоскорез Фокина. Вот как плоскореза была и это слово. Петрушка уже вот такая вот. Вот она подрастает. Сейчас мы вот, получается, мы между рядов этим плоскорезом и в ряду вырываем траву, если где есть. Есть прям, видите, места прям сорные, а есть вот не очень. Поэтому вот так вот немножко прошли, где-то третью часть. Попозже еще придем. Сейчас Грише нужно отвезти в школу. Сегодня, получается, сокращенные уроки. Вот, Антоша до 11, а Гриса как раз-таки к 11 везти в школу. И в час 40 уже закончатся у Гришки. Уроки будут дома. Сегодня Антоха может пойти на футбол, у него сегодня танцев нет. Поэтому все. Сегодня активный день. В 3.45 еще у Афонии ярмарка. В общем, надо везде успеть. Ну как ты там, молодой человек? У меня все хорошо. Завтра выходной? Сегодня можно на футбол. Сегодня будет футбол. Заехали с Антохой на заправку. А тут этот, там, наверное, что-то проверяют, да? Там и рабочие ходят. И вот этот товарный поезд, он туда-сюда, туда-сюда. Как и тогда было. Да, как и тогда. Так что теперь ждем. Ты устал уже ждать? Заехала в Пятерочку, купила вот такие два лоточка голени. Хочу запечь в духовке. Не знаю, как там завтра у нас получится. Нам же завтра поедем и не поедем в Кореновку на парад. Но будут голени на обед. На сегодня на ужин и завтра на обед, надеюсь. Я готовлю себе обед. Там должны быть куриные котлеты. Но у меня будет... Я все вместе смешала. Курицу порезала. Вот 360 грамм, 20 грамм овсяных хлопьев, зелень, чеснок, одно яйцо. И теперь все это обжариваю. Будет такая, как будто... Я же не знаю, что. В общем, такая вот жареная курица с овсянкой. Вместо котлет и гречка. Сейчас вот воду поставила, в пакетики отварю. Все, мой обед готов. Сейчас буду обедать и расписывать пряник. Все, я привела себя в порядок. И это самое главное. Теперь в хорошем настроении. Еду к Афоне на ярмарку. Но сначала сейчас мы с Сиженей заедем, узнаем, что там по поводу страховки. Потому что у меня закончилась страховка на машине 28 апреля. И вот сейчас заедем, узнаем, сколько стоит. И что там насчет техосмотра вообще. Скажу вам потом. Ой. Очки нету. Тележки? Тележки, да. Здравствуйте. А, и сдачу вы, короче, не даете, да? Да, 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 у тебя. У тебя в баночку. Да, Сижень, ты что, хочешь? А что, уже покупаешь? Да нет, еще вошли. Ну как, деньги уже лежат, я смотрю. Это самые голодные. Солодов, долгих тайн, ночей зеркни, природа начинает. Сняли, ты берешься, посмотри. Из чудес, словно в дивной сказке, наступила, наконец, золотая Пасха. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот так на лугу хоровод водили. Затремал на кошке, зайка в холодочке. Вот так затремал зайка в холодочке. Разбудить хотели, руки загудели. Вот так и ленись, ну-ка просыпайся. Мы с тобой попляшем, побудем маршем. Вот так мы с тобой весело попляшем. Молодцы ребята, это были наши выступления младшей группы и среди. И за что, и за что, и за что, и за что на свете. Не просто людей своих, хоть за ним ответят. В магазин. Сейчас мы тебе денежек дарим. Здрасте, а вы что такое? А вы питатели толкать на рынке? Пожалуйста, пожалуйста. Здесь уже рыночное отношение. Вон, пошел, пошел. Пошли еще в тот магазин. Там же есть еще другой магазин. Ну давай, за это поплатим. Заплатим? Ты видел, что родня принесла? Что? Ах ты, е-мое, еще иду. Афань, пойдем в другой магазин? Я закидываю вверх. А пирожки с чем? Сейчас, сейчас, сейчас. Афаня, пошли в другой магазин. Выбирай быстрее, а то... Пошли скорее. А что-то у вас тут, наверное, плохой товар. Я смотрю, что-то... Очереди нет, ты видишь? Пошли выбирать, Афань. Вот туда, пошли еще вон. Выбирай, сенок, что ты хочешь? Ну что, что ли? Не знаю, смотри, там он какая-то машинка и уточка, глянь. Да ну... Мам! Мам! Афань, тебе нравится? Уйди, играй. Марк, а где Егор? Пошли. Пошли домой, будем дома. Афанечка, там фотографируется. Иди сюда, привет. Да, привязывай. У меня пожелание будет. Желание было. Ты придумал? Что ты хочешь? Теперь я поехал. Давай, давай, Суши. Папа слыхал машинку на пульте управления. Желание. Папа, иди работай. Папа, иди работай. Папа, иди от вас хочу, день рождения. Желание, скорость. Сейчас пойдем, поверим. Иди сюда. Ручку мне давай. Глянь, как красиво каштанчики зацвели, видишь? Да. Красивые? Да, Аня, колючие. Нет, вот эти цветы не колючие. Это сами каштанчики, потом будут колючие. Иди сюда. Паспорт, ты мой. Мама, иди, я на даче сам. Ага, да? Что, мама, иди, иди? Да нет, нет, нет. Что такое, Суши? А как? Я на параде буду. А что, ты устал? Здесь поправь. А, ноги болят поправь. Ну как, тренировка? Как же совмещать карате и футбол нормально? Да, нормально. А, Антоха, как? На футбол можно... Антош, ты как? Легко. Легко? Мы за 20 минут дошли. Хорошо дошли? И успели, да? Ага. Молодцы. Вот так. И что, видишь тут футбол? Так вы сегодня играли? Ну, нет, они, когда мы изминались, я не знаю, Ася уже в старшей группе. В какой старшей? В старшей. Вот там, которая? Или они тоже ушли? Ну, они все уже собрались. Ага. И старше группа, и старше своим занимаются. А, младше своим. Так все ходят, да, Антош? Мы при катании. И Саша, да, ходит? Мама. А. Кого? А мы на отчетный концерт. Отчетный концерт? Нет, Зай. Отчетный концерт. Батюшка, на концерте, они не танцы. Ну, спросишь, Алла Алексеевна. Отчетный концерт. А что это за концерт? Ну, в музыкалке отчетный концерт в конце года. Отчет? Ага, там Кось. На танцы два года. А сколько надо, чтобы выпускаться? Не знаю. Ну, там хотя бы сетка есть. Ну, даже Косят он, да? Какая там это... Там, видишь, Косят, это же с нашего футбола. Да? Это... Там кусочек нам дали, где надо Косить. Кто будет Косить, тем не сдавать. И за это вот и сдают. А, что... Ну, не сдавать на манишки, да? Нет, не на манишки. А, вообще за месяц? Да, за месяц. Ну, за месяц еще не сказали сколько. За манишки только я сдала, и все. А зачем на манишки? Новые. А то эти ты видел. Я не видела. Нет. Так, ты будешь танцевать? Нет, так... Да я не умею убивать, Степ. Завтра нам на парад. Ты поедешь серый на парад? Конечно. А вы? Только это ж на стадион, Степ, не в школу туда. А что? А где он? Кинул ее позицию? Да, да, скинул. Коля? Так а вы все поедете или нет? Ну, все, поехали. Мы все поедем. А я думала, может, мы Гришу возьмем? А вы дома Петрушку полоть? Поехали! А мы чем пошли? Ну, все, Женя сказал, что мы все. Пошли, пошли. А сказал, после обеда будем Петрушку полоть. Пока. Там машина живет. Девчонки, пока. Девчонки все-таки купили цыпленочка, да? Или кто это? А где его глаза? Глаза. А там. Он еще не открыл глазки, да? Да, смотри. Все волосы, скажи. Так выглядит человек, у которого есть сколько рублей? Сколько? Восемьдесят. Сто? Сто. Покажи, молодой человек, что ты выбрал. А вот это будет? Нет, здесь денежки. Если бы ты купил без Чупа-Чупса, тебе бы дали 10 рублей, ты бы вот эту штуку. Давай, это уже в следующий раз. Пойдем, эти деньги... Ну, у тебя не хватит. Там всего 3 рубля, нужно 10. Пошли. Покажи, что ты выбрал-то. Пистолет и Чупа-Чупс, да? Да. А тебе сколько надо было? 3-4 миллионов. Да? Или 6? Молодой человек. Сейчас еще и Чупа-Чупс разобьем. . Субтитры сделал DimaTorzok